Смарт-часы с AMOLED-экраном на 1,43 дюйма, технологии Always On Display, яркостью до 1000 нит, сертификация MIL-STD810H, водонепроницаемостью 5 атмосфер и IP69K. Функция Bluetooth-звонков автоматическим измерением SPO2 и пульса, мониторингом сна, фаз сна и дневного сна, поддержкой фирменного приложения и временем автономной работы до 15 суток на одном заряде аккумулятора. На подобные смарт-часы, а именно на старшую модель Каспек Т3 Ультра, у меня уже был обзор на канале, а сегодня пойдет речь о Каспед Танк Т3. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, сейчас я вам расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в красочной упаковке, которая выглядит так же, как упаковка Танк Т3 Ультра. Коробка выполнена из плотного картона, на ней есть краткие характеристики, изображения модели и названия. Упаковка отличная, все упаковано хорошо. В комплекте мы имеем быстросъемный силиконовый ремешок, сами смарт-часы, зарядное устройство с двумя опинами и несъемный кредл. К сожалению, последнее это краткое руководство и защитное стекло. Вес смарт-часов вместе с ремешком целых 76 граммов, габариты составляют 49 на 50 на 14,2 мм. Ширина ремешка 22 мм. 7 обзоров неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю по одному смартфону, первые три месяца это будет Poco X6 Pro. Дальше, как говорится, посмотрим. Для участия в розыгрыше вам необходимо подписаться на этот канал с колоколом, поставить лайк ролику, поставить комментарий больше пяти слов и в комментарии указать свое имя в телеге, либо в описании своего канала. Подписаться на телеграм-канал, скидок и вы автоматически в розыгрыше. Если выиграете, напишу. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. Перейдем же к смарт-часам. Полетели. В продаже есть черная и серебристая расцветка корпуса. Внешне данная модель практически идентична со старшей моделью. Средняя рамка выполнена из нержавеющей стали, а тыльная часть из матового пластика. Собраны смарт-часы хорошо, но люфт у кнопок есть и заметный. Ремешок с классической металлической застежкой и стандартным креплением. Охват запястья от 167 до 232 мм. Смарт-часы достаточно габаритные и увесистые, но они слегка меньше весят, чем ультра. Запястье под ремешком потеет, но в то же время ремешок не натирают. При носке смарт-часы ощущаются, как и во время сна. Необходимо привыкать. Далее. На корпусе расположили два контакта для зарядки, микрофон, динамик, датчики мониторинга здоровья и три механические кнопки. Что же касается мониторинга показателей здоровья, то здесь дела обстоят так же, как и в старшей модели. Танк Т3 оснащены датчиком пульса BP60A2 и умеют измерять пульс в автоматическом и ручном режиме, измерять СПУ2 в ручном режиме или в автомате с периодичностью до 10 минут, как и мониторинг уровня стресса. Измерения не особо точны, что в покое, что во время активности, а вот мониторинг сна показал себя хорошо. Отход ко сну, как и пробуждение, фиксируется правильно. Но дневной сон они не считывают. Графики на смарт-часах отображаются, плюс их можно посмотреть в приложении на смартфоне. Также есть дыхательные тренировки, напоминание активности, женское здоровье, барометр и альтиметр. Возвращаемся к управлению. На левом торце расположили кнопку для перехода к тренировкам. На правом торце верхняя кнопка отвечает за включение экрана, переход в меню, а также зажатием можно перейти во вкладку с перезагрузкой, выключением устройства, плюс можно совершать экстренный вызов. При первом включении и нажатии на нижнюю кнопку смарт-часы предлагают установить какую-либо команду для кнопки. К примеру, можно поставить вызов голосового ассистента, но он работает в паре с голосовым ассистентом на смартфоне. Переназначить команду можно только на эту кнопку. Летим дальше. С фронтальной части здесь находится у нас AMOLED дисплей на 1,43 дюйма с защитой Corning Gorilla Glass 3-й версии. Разрешение экрана 466 на 466 пикселей, а плотность пикселей 461 ppi. Экран такой же, как и в старшей модели, он слегка утоплен, рамки минимальные. Интерфейс доступен здесь на русском языке, скроллинг не плавный, но перемещаться по интерфейсу в целом возможно. Always on display имеет несколько стилей отображения, а также есть циферблаты со своим аодом. Работает аод постоянно или по расписанию. Яркость по моим замерам 1300 люксов, как в режиме фонарика, так и в интерфейсе. Яркости достаточны для использования смарт-часов даже в солнечный день. Автоматической регулировки яркости нет. Спящий режим максимум 60 секунд. Включить экран можно с помощью кнопки, функции поднятия запястья, а также тапом. Выключить экран накрыв ладонью можно, что удобно. По свайпам с главного экрана, сверху вниз панель быстрого доступа, в которой можно отрегулировать яркость, включить режим не беспокоить, перейти в настройки и так далее. Снизу вверх виджеты с результатами измерений, слева направо уведомления, а справа налево меню. Настроить порядок виджетов, персонализировать панель быстрого доступа можно, а вот сортировать приложение в меню нет, но для меню есть несколько стилей отображения. Далее в меню есть телефон со списком вызовов, контактами, которых можно завести до 100, штук, а также набором номера, погода с подробным прогнозом, музыкальный плеер для переключения треков, воспроизведенных на смартфоне, но загружать музыку на смарт-часы нельзя. Далее в меню есть уведомления, будильник, который можно завести прямо со смарт-часов, секундомер и таймер, которые могут работать в фоновом режиме, фонарик, компас, поиск телефона, калькулятор, блютус-кнопка для удаленной фотосъемки, но только через фирменное приложение. В настройках помимо уже перечисленного можно включить пароль, настроить режим не беспокоить, звук и силу вибрации, вибромотор топорный, но довольно мощный. Те, кто посмотрел обзор на АТ-3 Ультра, поняли, что эти две модели практически не отличаются, но все-таки отличия у них есть. Установлен здесь двухъядерный процессор Actions AT-S3085L, подключить блютус-устройство к смарт-часам нельзя, как и нельзя подключать смарт-часы к вайфаю, тренировок на борту 170 видов, датчик шагомера, STK-8325, работает он хорошо, погрешность минимальная, отслеживание плавания на борту с подсчетом количества кругов, мониторингом темпа, количеством грибков, распознание вида плавания и измерение пульса, но вот GPS-навигация в данной модели нет. Во время тренировки можно использовать музыкальный плеер, но в фоне она не работает. Также на смарт-часах есть мониторинг активности, определение шести видов спортивных движений, интервальный бег и не только. Далее, при входящем звонке есть возможность сбрасывать вызовы, включать беззвучный режим или отвечать заготовками, которые можно настроить в приложении. Микрофон отрабатывает по какой-то причине хуже, чем в ультра. Звучание и динамика громкое, но разумеется качество звука далеко от идеала. Уведомление приходит моментально. Клавиатуры нет, отправлять смайлики нельзя. Иконки приложения отображаются, а вот смайлики нет. Летим дальше. Емкость аккумулятора 500 мАч, при том, что в старшей модели 470 мАч. Полный цикл зарядки смарт-часов занимает 2 часа, время автономной работы в интенсивном сценарии использования, но без Always On Display около 6 суток. В обыкновенном сценарии они могут прожить и 10 суток. Далее. Каспет Танк Т3 имеет класс защиты 5 атмосфер, IP69К и сертификацию MIL-STD810H. Плавать с ними можно, но не в соленой воде. Ко всему не советую с ними ходить в баню. Моему опыту любая электроника не любит соленую воду и перепады температуры. Отмечу, что я не говорю про профессиональные носимые устройства. За время моего использования вода на этот экземпляр никак не повлияла, что хорошо, а для примера я окунул их в воду. Далее. Каспет Танк Т3 подключается к приложению Каспет Фит. В приложении есть вкладка со всеми результатами мониторинга здоровья, вкладка тренировок, вкладка с подключенными устройствами и профиль. На главной странице с часами мы имеем заряд аккумулятора в процентах, магазин с циферблатами, которых там не особо много, но есть кликабельные циферблаты, кастомные и любую фотографию на заставку установить можно. Далее есть настройка мониторинга здоровья, настройка уведомлений, поиск устройства, добавление контактов, редактирование быстрых ответов и стандартные настройки устройства. Обновить прошивку в приложении можно, но у меня во время обновления смарт-часы стали плохо отображать экран и все элементы интерфейса. После полного обновления проблема пропала, но выглядело это дело вовсе нехорошо. А как будто они сейчас погибнут. Хорошо, что не погибли. Далее минусы. Ремешок дешевый, перевод не совсем корректный, сырое приложение, некорректный мониторинг дневного сна, не отображаются смайлики, есть проблемы с циферблатами и их стилями аода. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощь и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Резюмирую. Каспет Танк Т3, как и модель Ультра, имеют хороший амолед-экран и внешний вид. Операционная система же не радует, как и не радует ее работа вместе с функционалом. Конечно, все зависит от цены, на данный момент цена вовсе не оправдывает качество, и она просто заоблачная. Купив какой-то последний бенд от сяоми или хуавея, большего будет радости в разы, даже если купить самсунг бенд. Поэтому от меня девайсу не во время распродаж однозначно нет, во время распродаж смотрите на ценники. Добра и удачи вам дорогие друзья.